Красавица Говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-то погромче, срывался в фистулу. А она была невелика, отличная и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательно и хозяйственно по дому, взгляд имела зоркий. Он казался столь же неинтересным во всех отношениях, как и множество губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице. И все только руками разводили, за что и почему шли за него такие. И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец от страха перед ней тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слова сказать, а там совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме. Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной, это безобразие, он весь бархат на диване и затрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том туфячке, который я вам велел спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре. И мальчик в своем круглом одиночестве на всем белом свете зажил совершенно самостоятельный, совершенно обособленный от всего дома жизнью. Неслышный, незаметный, одинаковый изо дня в день. Смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам всю одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме. Смотрит в окна. Спит он на полу, между диваном и каткой с пальмой. Он сам себе стерет постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор, в мамин сундук. Там спрятано и все остальное на брижке его. 28 сентября 1940 год.